Ель, Бук. Обзор новостей Казнета. Цифра дня. 15 тысяч музыкантов. В латвийской Юрмале стартовал конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2014» передаёт сайт Astana.kz. В этом году заявки для участия в престижном конкурсе прислали более 15 тысяч молодых музыкантов из более чем 45 стран мира. Однако в финал пробились лишь 16 участников из 13 стран. Среди них и казахстанский исполнитель Алишер Каримов. На конкурсе он исполнит хит Адриана Челентана, споёт дуэтом с украинской исполнительницей и подарит зрителям свою композицию. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» — это масштабное музыкальное событие, главной целью которого является открытие музыкальных талантов. В этом году Казахстан будет принимать участие в нём вот уже 12-й раз. Новость дня. Более 200 крупных компаний и государственных органов республики готовы принять выпускников вузов на стажировку. 23 июля во всех регионах страны стартовал набор документов на новый этап партийного проекта по организации стажировки «Сатт-Кадам» — «Путёвка в жизнь», сообщает bnews.kz со ссылкой на пресс-службу партии «Нуротан». Участники данного проекта могут пройти стажировку в крупных национальных компаниях, а также министерствах и других ключевых государственных органах. Список компаний и государственных органов для прохождения стажировки увеличен. Их на сегодняшний день более 200 по всей стране. Новый набор документов для участия в проекте «Сатт-Кадам» продлится до 23 августа текущего года. Видеопост В Казнете набирает число просмотров видеоролик с участием двукратного олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Ильи Ильина. В одном из столичных фитнес-клубов чемпион провёл открытый мастер-класс для всех желающих по программе «Кроссфит». На мастер-классе призёра Олимпиады в Лондоне Илья Ильин поделился опытом в области функционального тренинга, продемонстрировал и показал самые эффективные программы и структуру тренировок с использованием разнообразного оборудования. Волейболистка сборной Казахстана до 19 лет Сабин Алтымбекова из-за своей внешности стала звездой среди китайских болельщиков и пользователей интернета. Популярность Китая Сабин Алтымбекова обрела благодаря своей внешности. На проходящем в Тайпэе чемпионате Азии по волейболу среди девушек Казахстанка с самого начала привлекла к себе внимание зрителей и журналистов. По мнению болельщиков, внешность девушки напоминает героинь японских аниме. Сабину Алтымбекову уже назвали самой красивой волейболисткой турнира, хотя чемпионат ещё не завершился. Количество подписчиков волейболистки в Инстаграм буквально за пару суток возросло с сотни до шести тысяч. Армия её поклонников растёт не по дням, а по часам. Смотрите обзоры Ель Бук в эфире и онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok